С воскресным днем! Поздравляю всех причастников, кто пришел в Дом Божий, потому что воскресенье это первый день недели. И мы, конечно же, должны его начать, чтобы отдать Богу то, что мы можем отдать. Сегодня у нас праздник новомучеников и всех тех, кто положили свою душу за Христа. Благодаря им мы сегодня в храме. Благодаря их мужеству, их исповеданию, мы с вами учимся о зам духовной жизни. Но мы не знаем, что будет с нами потом, в будущем, потому что мир как был, так и остается во вражде на Христа и на тех, кто пошли за Христом. Мир, лежащий во зле, будет делать все, чтобы уничтожить церковь, чтобы как можно больше людей соблазнить, увезти их куда угодно, на какие угодно баррикады, на какие угодно, понимаете, митинги, но только не в храм. Ну что тут в храме, понимаете? Кому они молятся? Вот давайте свою свободу. Эта свобода уже, понимаете, с французской революцией, и то еще утверждали, понимаете? Новый мир построен. А ничего нового в этом мире не будет уже. Все ясно. И поэтому верующий человек, он, конечно же, опасен для этого мира, потому что он понимает, что происходит. А люди доверчиво принимают все, что им дают и заглатывают. Понимаете? Ведь не просто так развалилась величайшая империя православная. Потому что духовные основы были уже подгнившими. Потому что материализм занимал сердца людей. Стали лучше жить, стали больше зарабатывать. Стали думать о том, как бы устроить жизнь получше, поудобнее, помягче. Понимаете? Вот основы. И люди святые говорили, что это все не устоит. Потому что устоять может быть то, что в Духе Божьем. И на самом деле, с химника одного на Афоне после революции спросили, как же так разрушилось все, все осквернено, все поругано. А он говорит, ничего подобного. Знаете, что сейчас происходит? Торжество Русской Православной Церкви. Потому что тысячи святых сейчас у Престола Божия за Русь Святую. И они молятся и сейчас за нас. Понимаете? Чтобы мы не отступили, не пошли на сговор с этим миром, с этой мамоной, которая пытается залезть каждому в душу. Осквернить. Сейчас это делать очень просто. Понимаете? Только открой глаза пошире и включи кнопки своего монитора. Все, там все тебе дадут. Понимаете? Но мир не говорит о покаянии, о святости, о верности, о любви. Мир зовет человеку к саморазрушению. И это мы видим происходит на всей нашей планете. Вот сегодня так происходит. И мы это видим. И что будет завтра, мы не знаем. Я думаю, что завтра будет то, что нужно будет нести. Свой крест нужно нести до конца. Крест православного христианина. Но живем мы свадебами пока не очень по-христиански. И в этом-то вся наша беда. Мы хотим, наверное, быть. Все хотят быть со Христом. Но живем мы, понимаете, оглядываясь, смотря по сторонам, прислушиваясь. А что там говорят? А что там пишут? А что там вообще новенького? Да ничего нет. Ничего не напишут хорошего. Ничего не скажут. Ничего хорошего. Понимаете? Христос не нужен никому. В этом мире Он лишний. Его распяли, а Он вдруг воскрес. Понимаете? Его пытались все сделать, чтобы сравнять церковь с землей, чтобы забыли об этом. А церкви растут. И люди приходят к Богу. Потому что без Бога жить нельзя. Человек превращается в скотину. Не в обезьяну, а еще гораздо хуже. Обезьяны благородные животные. А во что человек превращается без Бога? Уж в виде. Страшно. И тем не менее, Христос сказал, я буду с вами во все дни до скончания века. И вот сегодня этот слепой, который сидел при дороге, и эта толпа людей, и его безумный вопль, Иисусе Сыне Давидов, помилуй мя. А Господь сердцеведец услышал это. Он знал, что сидит человек, который его зовет. И он пришел к нему. А люди говорили, куда ты кричишь? Так часто и нам бывает, что нам в каких-то житейских сложных обстоятельствах, где нет выхода, нам кажется, что Бог уже не способен все исправить. Что Бог не способен изменить все. Эти помыслы приходят. Что Бог нас не слышит. И нам нужно кричать. В каком бы состоянии не были наши близкие, как бы им не было тяжело, как бы не было тяжело нашим детям, нашим, тем, кого мы любим. И, казалось бы, выхода нет, выход всегда есть. Надо до конца звать Иисусе Сыне Давидов, помилуй мя. И Господь откроет наши глаза. Потому что мы все-таки слепые. Мы сегодня и многого не видим. Мы сегодня многого не понимаем. Но мы чувствуем, что и знаем уже, что только в Боге мы можем иметь будущее. Только в Боге мы можем открыть глаза и увидеть все светло, как увидел этот слепой человек. И пойти за Христом, славя Бога. Но пойти же мы, понимаете, куда же мы за Христом идем? На свою Голгофу. Там, где мы будем распяты. С нашими страстями и похотьми. С нашими самолюбиями, с самомнениями, с нашим гордыней. Потому что это смердит, понимаете? Это некрасиво. И то, к чему призывает этот мир. Все это внешняя красота. Это помойка. И не у многих открываются глаза, что они в помойке живут. Что то, что им дают, что им рекламируют, это все рожки свиные. Для свиней. А Господь нам дает свое первородство. И вот мы сегодня приняли тело и кровь Христа. И это есть, понимаете, святыня, которой должен питаться христианин, без которой христианин на этой земле уже жить не может. Поэтому с христианами что можно сделать? Их можно только убить. Понимаете? Но если их убивают, они становятся умничными. Они становятся еще сильнее. Поэтому мир не может справиться с Христом. Понимаете? Как бы он ни своими зубами не щелкал, ничего он не сделает. Поэтому мы с вами будем идти за Богом. А у нас впереди много внутренней работы. А если внутри будет мир, то и вокруг будет нас много хорошего мы сможем сделать с Богом. И не надо бояться малое стадо. Нас не будет много. Нас не будет толпа. Но те, кто останется верными, с ними будет Бог. А сила Божия в немощи совершается. Поэтому, дорогие мои, поздравляю вас с воскресным днем. И дай Бог вам сил дальше идти за Богом в нашей земной жизни. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Благодарю тебя, Господи, Боже мой, яку не охринул весь и грешного. Но общеньками обыти святым Твою сподобил я все. Благодарю тебя, камене недостойного. Причаститесь, а причастных Твоих и небесных дорог сподобил я все. Но владыку человеку любчей нас ради умели живых.